У последнего русского царя Николая II и его супруги Александры Федоровны, немецкой принцессы Алисы Гессерн-Дармштадтской, было довольно мало как верных друзей, так и людей, которым они всецело доверяли. Но таковые были. Роль же ближайшего человека монаршей Читы играла фрейлина Ее Величества Анна Александровна Вырубова. Враги Николая II и его семьи ненавидели Анну Вырубову, едва ли не больше, чем самого русского императора и его супругу. Сегодня же поклонники последнего русского царя, наоборот, подняли на щит не только царскую Читу, но и оставшуюся верной им до их последних дней Вырубову. Правда, как это почти всегда бывает, располагается где-то посередине. Анна Вырубова принадлежала к тому типу людей, которых можно назвать вечными помощниками, спутниками, служителями сильных мира сего. Многие сомневались в ее искренности, а зря. Существа подобного склада отличаются абсолютно собачьей преданностью по отношению к тем, кого они избрали себе в хозяева, и полностью подчиняют свою жизнь их интересам. Не стоит, конечно, игнорировать тот факт, что Фрейлина выбрала себе в повелителя не кого-нибудь, а императора и императрицу Российской империи. Но сомневаться стоило бы скорее не в искренности ее, а в уме. Анна Танеева родилась в 1884 году в семье управляющего императорской канцелярией. Мать ее была праправнучкой великого полководца Кутузова. Девочка отличалась кратостью и неуклюжестью. Круглолицая, грузная, с нежными голубыми глазами. Анна принадлежала к тем, кого фигурально, выражаясь, в оркестрах не назначают первыми скрипками. И образование она получила, не бог весь какое. В начале 20 века девица Танеева стала обладательницей диплома домашней учительницы. Ее звездный час пробил в 1904 году, когда 19-летнюю аристократку взяла во фрейлины Александра Федоровна, супруга императора Николая II. К тому моменту царица жила в России уже 10 лет. Она приняла православие не только официально, но и душой. Супруга царя соблюдала обряды и много говорила и писала о своей преданности новой вере. Не меньше, чем новую религию царица любила своего мужа. Их брак был счастливым. Каждый из супругов стал лучшим друг для друга. А вот особенно близких друзей императрицы до встречи с Вырубовой найти как-то не удавалось. Ее не любили ни при дворе, ни тем более вне его. За то, что немка, за то, что держалась высокомерно, холодно и чопорно, за то, что была истерична, за то, что была ограничена, рассматривала поступки людей исключительно с религиозной точки зрения, что есть грех, а что нет. Председатель Совета Министров Российской Империи граф Сергей Витте прямо именовал царицу ненормальной и считал, что именно союз с нею сугубил недостатки безвольного царя. В такой обстановке и с подобным набором личных качеств царица весьма нуждалась в близкой подруге, которая приняла бы ее такой, какая она есть, слушала бы ее, соглашалась бы с ней и была бы ей предана всегда. Такого человека Александра нашла в лице Анны Танеевой. Тут недостатки фрейлины обернулись ей же на пользу. Императрице в наперстницах не нужна была ни красавица, ни умница, ни цветская львица. Царица сама звезд с неба не хватала и окружала себя себе же подобными. Кроме того, у Александры Федоровны и ее ближайшей подруги была такая общая страсть, привязанность к мистике. В царице это увлечение расцветало особенно сильно после того, как стало ясно, наследник престола царевич Алексей страдает гемофилией. Итак, 1904 год, стал поворотным для двора. В том году родился больной наследник и Вырубова оказалась самой близкой к императорской семье. В следующем году в семье императора случилось еще одно знаменательное событие. Милиция Николаевна, супруга великого князя Петра Николаевича, познакомила царя и его жену с Григорием Распутиным. Старец говорил, что он лечит все болезни и гемофилию в том числе. По слухам, Распутин на самом деле заговаривал кровотечение малолетнего Алексея. Кроме безумной склонной к мистике милиции, в рекламной кампании Кудесника приняла активное участие и Танеева. В 1907 году ее выдали замуж за офицера Вырубова. Но брак не просуществовал и года, распался. Тут-то Анна и вспомнила о предсказании старца. Вот как она писала об этом в своих мемуарах. Я попросила его, Распутина, помолиться, чтобы я всю жизнь могла положить на служение их величеством. Так и будет, ответил он, и я ушла домой. Через месяц я написал великой княгине, прося ее спросить Распутина о моей судьбе. Она ответила мне, что Распутин сказал, что я выйду замуж, но счастья в моей жизни не будет. Григорий напомнил ей ее кумира Иоанна Кронштадтского, который, по ее мнению, в 1902 году исцелил ее от брюшного тифа. В общем, Вырубова после развода с ее еще большим пылом разделила страсть царицы к старцу. Теперь одинокая и преданная царской семье Анна Александровна всегда жила поблизости от августейшего семейства. С императрицей и ее дочерьми она вышивала, вела повседневные беседы, читала религиозные книги. Григорий Распутин называл ее по-свойски Аннушкой. Фрейлина успешно выполняла роль посредницы между старцем и царицей, посылая за ним, когда он был нужен Александре или наследнику. Странный квартет царь, царица, Распутин и Вырубова выводил из состояния равновесия не только представителей либеральной и высокообразованной русской интеллигенции. Придворные знати члены царского семейства не понимали этой дружбы. Другие фрейлины открыто ревновали царицу к ее лучшей подруге и наперстнице. Россия полнилась ужасными слухами, будто старец пребывает в интимных отношениях и с Вырубовой, и с царицей, и даже с ее дочерьми. Страна же содрогалась от разных катаклизмов. Революции 905-го, войны 14-го года, постоянных общественных волнений. Но уютный мир тихого дворца в царском селе как будто не знал никаких потрясений. И его оплотом была во многом кроткая и голубоглазая Аннушка Вырубова. Впрочем, спустя годы она писала, «Когда я вспоминаю все события того времени, мне кажется, как будто двор и высший свет были как бы большим сумасшедшим домом. Настолько запутанно и странно все было». В 1914 году Вырубова вместе с царицей и ее дочерми работала сеструю милосердия в госпитале для раненых. Но и этот гуманный и бескорыстный труд не поднял в глазах общественности престиж двора Романовых. Репутация августейшего семейства и их фаворитки оказалась подорвана бесповоротно. В начале 1915 года Анна Александровна на пути из царского села в столицу попала в страшную железнодорожную катастрофу. Ее серьезно пострадавшую и стекающую кровью вытащили из покореженного состава. Лечение заняло несколько месяцев. Теперь Вырубова передвигалась в инвалидном кресле или на костылях. Железная дорога выплатила императорской фаворитке огромную компенсацию. На эти деньги Анна организовала госпиталь для военных. Во время болезни царь и в особенности царица ежедневно проводили часы у постели любимой Аннушки. Постепенно ей становилось лучше. Но уютный мирок рушился на глазах. В декабре 1916 года группа дворян, заговорщиков, недовольных активной деятельностью энергичного старца при дворе, убили его. Это стало чем-то вроде сигнала к началу революции в России. После февральских событий 1917 года Вырубову арестовали. На прощание она успела только обменяться иконами с царем и царицей. Она хорошо запомнила их заплаканные лица. Больше Анна Александровна своих ближайших друзей не видела. Ее ненадолго отпустили. Но после Октябрьской революции Фрейлину заключили под стражу уже большевики. В тюрьме всеобщего любопытства было удовлетворено. Вырубову проверили на предмет связи с Распутиным. Подозрения оказались ложными. Фрейлина была девственницей. Из-под ареста ей удалось сбежать. Многие месяцы вечная тень императрицы пряталась по чужим людям. В 1920 году верные люди помогли бывшей Фрейлине и ее матери бежать в Финляндию по льду Финского залива. Остаток своей долгой жизни до 1964 года Анна Александровна провела в Хельсинки. После смерти матери Вырубова приняла постриг и стала монахиней Марией. Она написала воспоминания, в которых изъяснялась своей любви к монаршей Чете. Но в то же время сама лучшая подруга царицы признавала катаклизмы, произошедшие в России, во многом были спровоцированы неправильным поведением ее лучших друзей. Статья была подготовлена Марией Конюковой. Публикуется в журнале «Загадки истории» номер 13 за 2014 год. Не забудьте подписаться и оставить ваши комментарии.